Ты видишь, как передан в этом спектакле весь быт России, весь спектр российских проблем, спектр жизни 19-го века. Это не русский спектакль, его делал европеец. Интересно показана мода того времени, вот этот вот фасон Татьянки, который у девушек завышенная талия, у ребят фраки, и все это вот передает то настроение. Балет европейский, то есть боюсь, что русскому зрителю будет непривычно увидеть таким Онегина. В самом финале уже, когда Онегин приходит к Татьяне, нас будут доставлять одевать седые усы и делать седые волосы. Онегину в этот момент 26 лет. Ну, какие седые волосы, какие седые усы? Я абсолютно везде разный. Тоже мне это очень нравится, потому что вначале я выбегаю, как глоток свежего воздуха, потом, как на балу, я уже начинаю понимать, что происходит с Ольгой, с Онегином, и зря я вообще этого друга привел на этот бал, и зря я с ним вообще связался. У нас в театре будет этот спектакль станцован по-нашему, с русской душой, с русской школой, с русским пониманием и Пушкина того же. Артисты, которые исполняют главные ведущие партии, я думаю, постараются внести русскую душу в этот балет, и все-таки зритель примет этот спектакль. Очень надеюсь на это. Кранко взял это от Чайковского музыка. Люди плакают, только слышат музыку, а видят еще балет, а потом увидят. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Денис, вот мы только что посмотрели спектакль, который вы танцуете, и вот возникает вопрос. Плесицкая когда-то называла вашу профессию каторгой в цветах, вот как, что чувствует? Танцовщик, который завершает сейчас последний адашу, но умирание уже такое. Вот что, вы недавно танцевали этот спектакль, правильно? Добрый вечер. Ну, на самом деле, действительно, она была права в том, что это каторгой в цветах. Я объясню свое состояние. Я очень радуюсь, когда спектакль получился, и все то, что ты репетировал в зале, вышло на сцене. Это, наверное, самая большая награда для артиста. Но на следующее утро, и когда тебе подарили много цветов, да, это прекрасно. Но на следующее утро, когда ты просыпаешься, видишь перед собой эти цветы, и ты понимаешь, что у тебя болит каждая часть твоего тела, начиная у мальчика от поясницы, заканчивая коленями, потому что и прыжки, и поддержки. И ты понимаешь, что да, Лисецкая была права, это действительно каторга в цветах, потому что это вот есть расплата за тот успех, если он, конечно, состоялся, потому что для успеха надо очень много работать. То да, цветы, это вот идеальное, просто она, попадание просто стопроцентное в это всказывание, что встаешь и понимаешь, что у тебя все болит, но вокруг много цветов. Действительно каторга в цветах. Да, и что еще не кладбище? Да, да. У нас был такой педагог, который меня порекомендовал в свое время Юрию Николаевичу на роль Спартака, и он никогда не любил цветы. Он вообще их не... и у него день рождения, и вот ему даришь цветы, он не принимает, и он говорит, что ты принес мне цветы, я еще пока не умер. Поэтому как-то вот эти выражения, то, что Пресецкая сказала, действительно, ну, она была умная женщина. Очень. И все ее высказывания абсолютно всегда попадали в цель. И до сих пор, конечно, ты ее вспоминаешь, когда ты проживаешь не только на сцене, но и в жизни какие-то моменты. В смысле, жрать меньше надо, это относится к вам, да? К мальчикам нет все-таки. Нет, да? Да, но, наверное, до 32 не относятся, потому что все-таки мальчику надо побольше кушать, потому что иногда девочки, которые, скажем так, такие убитанные, достаются мальчикам побольше. Поэтому, если мы не будем ничего есть, мы их просто не поднимем, у нас они нам нужны силы. Слушайте, я не сомневаюсь, что мальчикам надо есть, а девочкам, ну, девочкам тоже есть хочется. Вот девочкам надо всегда помнить об этом выражении, что вот жрать меньше надо. Потому что, когда, вот, допустим, я захожу в столовую и смотрю, что моя партнерша ест, я на нее так смотрю, и она сразу все понимает. То есть она сразу... Я говорю, спектакль закончится, можешь сходить куда угодно. Ужасная профессия, бедные девочки. А вот у меня вопрос такой, мы перейдем чуть попозже к Онегину, а вопрос такой, вот, вы все-таки ребенок, который в сознательном возрасте хотел быть сначала машинистом, поездом. Правильно, да? Да. Я почему хотел, дело в том, что у меня дедушка с бабушкой жили в Красноярском крае, у меня папа родился в Красноярском крае, в деревне. И каждое лето я не на море ездил, а вот к дедушке. И дедушка, я думаю, что я сейчас отдохну, он меня всегда заставлял работать. То есть он меня заставлял, ну, в хорошем смысле слова, то есть по огороду картошку сначала ее полоть, потом окучивать, потом выкапывать. Все это я как бы знаю. Вот, и мы ездили на поезде туда, в Красноярск ехать на поезде четверо суток. И мне так нравилась вот эта жизнь. Это была такая романтика, что вот ты едешь в поезде, ты смотришь все города, ты смотришь, как люди меняются. И да, я хотел быть машинистом пассажирского поезда «Москва-Владивосток», и чтобы я не менялся, ни с кем. Слушайте, Денис, у вас есть прекрасная возможность, когда вы выйдете на пенсию, вы сможете освоить следующую профессию и ехать на поезде «Москва-Владивосток». Нет, уже не хочу. Уже другие. Знаете, я возрослел. К тому же сейчас я уже туда на поезде не езжу, я туда летаю на самолете, так что детские мечты, они остались мечтами. Нет, а вот тогда возникает вопрос, каким образом ребенок нормальный, который хотел быть машинистом поезда, оказался болеть? Вот это я никак не понимаю. Я сам не очень понимал, это зачем мама это все как бы устроила. Но она не хотела, чтобы я, у нее не было мечты, какой-то цели, чтобы я танцевал конкретно в Большом театре и классический балет. Такого не было, это все пришло само собой. Она меня отдала в училище при Театре танца «Гжелет», еще не училище, называлось просто «Балетная школа». И когда мне более 4 года, я этого не помню, мы ходили в зал Чайковского, и там выступал потрясающий ансамбль. Они при Владимире Михайловиче Захарове, это был уровень запредельный просто там. И ей так это все понравилось, и выяснилось, что оказывается у нас на... Мы живем на третьем этаже, а балетная школа на первом. Ах вот, как вы к «Гжелете» попали. Я все думала, каким образом вы туда дожили? Если бы я был в другом доме, я бы даже туда не смог, маме бы не пришло в голову туда. Как удачи. И мне думал, я всегда эту историю рассказывал, я думал, что мне сейчас оденут русские сапоги сразу на сцену зала Чайковского, и я вот буду так же танцевать. Но меня посадили на шпагат, заставили вытянуть стопы, я не очень понял, зачем я это все сделал. Я очень рыдал, я очень плакал, потому что это было очень больно. Сейчас сидеть на шпагате, сейчас даже это больно делать. А тогда у меня еще не было никакой ни растяжки особо, ничего, и вот я подумал, что, наверное, надо мной педагоги издеваются. И я не долго не ходил, я придумал, что у меня температура, что мне это все не нравится, и заставили надеть балетное трико, белые носочки. И педагог мне постоянно говорил, что с тебя ничего не получится, ничего не выйдет. Но когда я уже попал в Большой театр, и я не знаю, вот такая история, конечно, я выходил из метро, я увидел своего педагога, который мне говорил, что с тебя ничего не получится. Она торговала им такой шок. Медом? Медом, да. Около Большого театра? Нет, около станции метро, где живет моя мама, где я жил. Около Большой. Ну, я знаю, что когда вот вы, вам ломали ноги на шпагат, кстати, в шпагатах, я вас видела в интернете, Влад, очко уже бледно выглядит на вашем фоне. Она уже плохо на старости лет тянется, а у вас прям вот так вот... Ну, знаете, просто она не в правильных, как бы сказать, моментах ее фотографирует, потому что если заснять на видео, как я забираюсь на шпагат, вот на стульях, и как я с него схожу... Это главная картина, вот как она есть. Ну, вот слава богу, как-то меня, скажем так, потом я влюбился именно в классический балет в балетной школе, вот при театре танца «Гжель». И мое самое первое сильное впечатление, это был балет «Лебединое озеро» в Кремлевском дворце, но я скажу, что я не от самого балета был восхищен так. А пусета? Нет, нет, я успал, проспал весь спектакль. Но когда я вышел, и тогда еще были видео-минетофоны, и было очень много кассет различных. И я бы сказал, вот мне где вот такой экспрессивный мужской танец, можно какую-нибудь кассету? Мне бы советовали «Спартак». Я посмотрел, и все. С этого момента я понял, что я хочу танцевать в Большом театре. Я не хотел конкретно танцевать в «Спартака», но меня настолько вдохновила вот эта запись тема «Слипка» и Владимира Васильевна, что я понял, что надо стремиться туда. А как вы туда пошли-то, в Большой театр? Потому что это же надо же еще было додуматься, пойти, узнать, когда кастинг, набраться смелости, подойти к квадрике. Мне очень повезло, что меня выпускал солист Большого театра Андрей Александрович Евдокимов. Он последний год у меня преподавал, и когда уже нужно было определяться со своей дальнейшей судьбой, я сразу сказал, что я в Кжелине останусь, я не буду танцевать в народные танцы. На меня руководитель очень обиделся тогда, но потом он все понял, через месяц-два я к нему зашел, говорит, ты все правильно сделал. Тебе, конечно, нужно танцевать именно в таком академическом театре. И он даже мне сказал, что было бы здорово, если бы ты когда-то станцевал на этой сцене «Лебединое озеро», но, к сожалению, не дожил до этого. Но все равно я его мечту исполнил. Я думаю, что он все равно видит, и ему это очень приятно. И я должен был определяться со своей судьбой в 2009 году, и я поехал на просмотр в Санкт-Петербург к Борису Эрховну, потому что меня пригласили из-за роста. Ему нужны всегда высокие мужчины, ну и высокие женщины тоже. Меня взяли сразу на солиста, и мне даже дали партию Ленского в «Онегине». Ну там «Онегин странный». Ну там и французские такие специфические книги. Да, уже один раз, да. И партию базили в «Дон Кихоте». Естественно, и зарплату, 40 тысяч рублей мне предложили. Это тогда большие деньги были. Я, конечно же, все в Санкт-Петербург, потому что моя работа, наконец-то я буду сам зарабатывать деньги. Мне хотелось заниматься творчеством. Он из Санкт-Петербурга, я туда первый раз приехал в Санкт-Петербург, на меня он произвел большое впечатление очень. И все, я просмотрелся, приехал, у нас был последний концерт отчетный в училище. И я подошел к Андрею Александровичу, у вас просмотры в Большом театре есть? Он говорит, есть, но тебя не возьмут. Я говорю, почему меня не возьмут? Я говорю, потому что там берут только либо своих, как он сказал, либо из Московской академии хореографии. Я говорю, ну можно я просто придумаю, занимаюсь, попробую. Вот, и я пришел, позанимался, попробовал. На следующий день он пришел очень загадочный. Долго на меня смотрел, сказал, ты там очень всем понравился, теперь жди результата. И два месяца не были результата, и когда я лежал уже в бассейна, отдыхал, я думал, что уже собрался в Санкт-Петербург. Думаю, что взять там, как я буду работать, как танцевать. И тут позвонил мне заведующий балетной труппы и сказал, что приходите на класс в Большой театр. Я говорю, вы, значит, меня берете? Он говорит, ну, значит, да, я созвоню. Вот, и все, и вот так как-то. Я попал в Большой театр, да. Ну, брали меня исключительно в кардебалет, танцевать в кардебалете. Вот, и почему так было? Потому что я не был засвечен ни в каких конкурсах, не знали откуда вообще. Какой-то мальчик пришел, ну, там, приличный рост, нормальные пропорции, да. Ну, возьмем, хорошо, как бы ничего. А потом, когда уже потихонечку я всем педагогам начал доказывать, что я что-то умею, они потихонечку начали со мной работать, и... Как вот вам было? Вы же ребенок-то счастливый были, вы же не пуганный. Вот в Московской академии хореографии уже дети к выпускному классу, они уже, как это говорится, они уже в напряжении. Я когда пришел в Большой театр, для меня было все новое, и то, что на меня обратил внимание такой педагог, для меня это было большим подарком. Я понял, что это мой шанс, и что бы ни было, я должен воспользоваться им до самого конца. То есть вы терпели? Не то, что терпел, я просто это немножко воспринимал по-другому, не как все. То есть я в этом видел какой-то такой момент, что это мне поможет. Я всегда был спокоен. Меня внутри никогда ничего не задевало. Никогда никакой обиды вообще не было, когда были какие-то жесткие меры ко мне предприняты. Но были не только жесткие меры, был и пряник тоже иногда. Какой пряник у Николая Максимовича? Ну, когда ты хорошо делаешь, то он тебе приводит в пример другим артистам даже, которые уже были предыдущими солистами, премьерами. И это очень сильно воодушевляет всегда. То есть не было такого, что постоянно только был на меня какой-то ор стоял, скажем так. Нет, такого не было, конечно. Но когда я делал что-то хорошо, и я получал сполна похвалы. И когда такой человек хвалит, это, знаете, как превозносится тебе. Это прекрасное чувство, это замечательно. Я считаю, что оно вам очень в жизни помогает. Отсутствие вот такого больного. Для артиста это же характерно, такое психическое состояние, ожидание обиды, да, желание. Просто, опять же, когда я учился в училище, всегда были какие-то сложности на моем пути. То есть я уже пришел подготовленный ко всем этим сложностям. Я вот сейчас смотрю, я не понимаю, почему я переживал по каким-то вещам в балетной школе. В училище. Переживать не стоило вообще. Мне там устраивали специальные педагоги конкуренцию. А конкурентов на самом деле не было просто вообще там. Я просто смотрел, они были, как вам сказать, больше заточены под народный танец. Под классику, вот как-то спасибо маме и папе, что они мне подарили вот эти данные, которые позволяют танцевать классический балет. У ребят, к сожалению, их не было. Но я все равно, несмотря ни на что, всегда ценил их труд, да, и всегда учился у них, и это мне помогло. И даже там педагоги начинали там ругаться между собой, там, он идет там с моей девочкой танцует, нет, он с моей. И вот эти какие-то вещи, которые были в балетной школе, они меня закалили, и мне, ну, я в Большой театр пришел. Для меня это было что-то новое, но все равно я уже был подготовлен к театру. А скажите, вот вы ведете какой-то список выступлений, ролей, считаете ли вы их, сколько вы станцевали, у вас есть какая-то вот такая методика? Потому что многие артисты ведут дневники, когда записывается дата. Вы знаете, я ничего не считаю, я все на самом деле в голове помню. Я, в принципе, помню даже, когда я, Негин, первый раз танцевал. Помню, что было очень жарко. Это было 31 мая 2014 года. Или 30 мая, вот знаете, но все равно, где-то там. Ну, Илья, ты же как-то. Да, какого? 30 мая, вот. Видите, у меня живые... Не обманываются. Сгорячего, это я помню, да. И было очень жарко. 30 мая я станцевал, это я помню. Было очень жарко, еще на меня одели вот этот фраг, а он кожаный. Я оделся, я сразу же вспотел, потому что очень было в нем жарко. И мне нравится этот костюм тем, что нужно греться по минимуму. А для артиста всегда самое сложное – это разогреться. Денис, а вот сколько вам лет было, посчитайте? 23. 23. А Негину было 26, по Пушкину. То есть вы практически, ну, чуть-чуть, да, еще 3 года, сейчас это не считается. Да, конечно. А это была роль какая-то? Я вышел, я когда первый раз вышел, я посмотрел записи, немножко было не то, я посмотрел на себя со стороны, да. Но это хорошо, что в наше время сейчас есть видеозаписи, мы можем себя оценить со стороны. И я потом начал немножко в другом ключе работать для этой роли. А это какая была роль? Ну, я так понимаю, что это все-таки одна из первых ваших ролей головных? Нет, у меня уже было много, я уже к этому моменту станцевал и «Спартак», и «Лебединозеро», и очень много. Но все равно Онегин – это другой персонаж, нежели чем… А в чем была разница? Ну, разница в том, что… Мне почему нравится этот спектакль, что во всех трех актах это абсолютно… Вот у меня разные, как бы, состояния внутри. И, наверное, вот всегда самое сложное было в Онегине – это действительно придать вот этот скучающий поначалу вид, потому что я вообще не понимал, как это сделать. То есть вы не умеете скучать, да? Когда ты станцевал последнюю вот эту адашу грандиозную, и когда женщины в зале тебя прощают за то, что ты делал во первом и втором акте, тогда это успех. То есть за то, что вы обидели Ленцово? Потому что сейчас есть Инстаграм, и многие пишут, ну какая же сволочь он был в первом и втором акте. Никогда бы его вообще близко не подпустила. И я думаю, это хорошо, в правильном направлении. А вот третий акт на моё сердце был разбитый, и я плакала. И вот это действительно отзыв, и это то, из-за чего мы работаем. А скажите, а когда вы танцуете, вот эти эмоции, о которых вы сейчас сказали, они идут, ну как, автоматически? Или движение рождает у вас эмоцию, или эмоции рождают движение? Вот как у вас? Ну всё же, наверное, скажу, что музыка рождает всё, потому что всегда надо танцевать от музыки. Потому что Чайковский, ну не нужно говорить, что он гений, это и так понятно. И я не знаю, вот это сочетание Пушкина и Чайковского, конечно, в этом балете дало потрясающий результат. Вот, и мне, в принципе, очень приятно, что этот спектакль с 2013 года идёт на русской сцене, потому что генетическая память, она всё-таки сохранена тем, что этот спектакль здесь, в именно Большом театре, и не только Большом, а на русской сцене, я вот так скажу. И вот я смотрел этот фильм, и всё делают с технической точки зрения прекрасно, безукоризненно. Я просто знаю, как эти ребята из фонда работают, что они не дают глазом повести. Но всё равно никто лучше с актёрской позиции, Онегин, чем русский артист танцевать не может. Ну, это естественно, это же родное, нам не нужно к этому приспосабливаться. А с другой стороны, Кренко ведь всё-таки его хореография, несмотря на то, что это неоклассика, да, это же очень сложные переходы, поддержки, дуэты, ведь это же экстраординарная сложность. Зрители иногда просто не отдают даже себе отчёт, что в этот момент вытворяют артисты. Да, собственно говоря, с дуэтов и меня перевели с партии Ленского на партию Онегина, потому что изначально я планировался в Ленском, потому что постановщики в моей внешности, в моём характере увидели всё-таки больше Ленского. Но когда они поняли, что много дуэтов, и надо таскать балерин, а партнёров в театре всегда это на вес золота хороших, и они меня перевели на партию Онегина, и потом поняли, что всё-таки да, лучше развиваться вот в этой партии и двигаться в направлении Онегина, нежели чем Ленского. И у меня Ленский, я не очень чувствовал его внутри. То есть куда-куда не ваше? Нет. И в какой-то момент из-за того, что сложнейшие дуэты, меня перевели на Онегина. И чему я очень благодарен, что так произошло, потому что изначально я хотел всегда танцевать Онегина. Ну, богатейший материал. Кроме того, здесь же танец очень связан с эмоциональным, да, со станем, с игрой. Это самое главное, конечно. Вот знаете, вот эта первая вариация, я так посмотрел на неё первый раз, когда Онегин танцует, и я подумал, что, ну, здесь делать нечего. Ха-ха-ха. Да. Ну, когда я прошёл её от начала до конца и зашёл, я просто упал, потому что настолько нужно было показать вот этот скучающий вид абсолютно, не интересующий тебя ничего вокруг. При этом и к Татьяне показать, чтобы это всё, знаете, в таком каком-то было немножко, как сказать, в замедленном немножко таком состоянии. Рассеянное, да. Рассеянное, да. Такое немножко, что-то отдалённое. Ну, при этом мышцы должны же работать. А это очень сложно, вот, сделать актёрски так, чтобы, ну, казалось бы, делать нечего. А заходишь за кулисы, и, ну, наверное, я понимаю здесь балерин, который танцует «Лебединое озеро», и который заканчивает белое дажо, что они постоянно, вот, и они говорят, как же мне свело стоп. Я никогда этого не понимал, но когда я станцевал эту вариацию, я понял, что это такое. А вот я хотела такой момент, ну, как к математике относитесь? Ну, странно, потому что у одной учительницы у меня была тройка, у другой пятёрка, я не понял, насколько я её знаю. Ну, вот я к математике относилась очень плохо, меня когда папа хотел наказать, мы в воскресенье выливали воду из одного бассейна в другой, а потом поезда должны были встретиться на какой-то точке, это было ужасно. Но когда я училась в ГИТИСе, мой педагог Борис Николаевич Любимов, он обладает фантастической памятью и может вот вам сказать, вот сегодня такое число, такого числа, такой-то спектакль игрался во МХАТе, и такого-то числа, такой-то актёр был введён в этот спектакль, такого числа Михаил Фанасьевич Булгаков написал мне турбины, вот такая память была. Я тоже, я никогда этим не обладала, а вот как-то в последнее время меня цифры завораживают. И вот кроме того, что 26 лет вы очень близки были к возрасту Онегина, вот я скажу такую вещь, она меня сегодня потрясла, почему пришло, но мы идём от Кренка сегодня, да. Кренка родился в 1927 году. Он родился в июле месяце. В январе, 1 января родился Бижар, Морис Бижар, а 2 января родился Юрий Николаевич Григорович. Это всё 1927 год. За 2 года, за 3, вернее, в 1924 году родился Ролан Петинь, и чуть позже родился Макмилов. То есть, ну это фантастический букет хореографов, ну просто невероятный, практически одногодкий. И я вот знаю, что был в вашей творческой жизни период, когда вы работали с Юрием Николаевичем. Сегодня это, конечно, легенды, это равного его таланту хореографа на сегодняшний день у нас нет. И что-то близко никого не видать на этом горизонте. Никто не может подойти, как бы ни пиарили, как бы ни рекламировали современных наших, так сказать, балетмейстеров. Это всё, конечно, детские лепят на лужайке. И то, что вы с ним соприкоснулись, расскажите, пожалуйста, это очень интересно. Ну сначала он не очень меня принял, потому что считал, что... А он что, в театре он приходил? Ну, когда я пришёл в театр, он очень много был в театре, он даже со всеми нами репетировал. И я помню, когда я пришёл, в 2010 году возобновлялась Ромео Джульетта его. И я там танцевал с верстников, и он говорит, мальчик слева, антрошасис плохо делайте. Я так расстроился, я думал, ну почему же, что же... Вот первая вот моя такая рептиция с Юрием Николаевичем, я сразу его так разочаровал. А потом, значит, через два года, в 2012 году, я зашёл в буфет, и я начал уже готовить пихонечку балет Спартак. И при том, что была первая рептиция, вот я так просто попробовал в цепях, что-то походил там в зале, ну так было ещё страшно. А эти цепи как? Цепи? Ну они лёгенькие, так по этому, надо сделать вид, что они тяжёлые, и всегда это очень сложно показать. А потом руки скованные тоже? Ну, конечно, я в этих цепях захожу в буфет, и сидит Юрий Николаевич. Да, ну я их забыл снять. Прелесть какая-то, да? Приходите в зал, он мне такой говорит. Сейчас будем работать. Вы понимаете, не остартистов в буфете? Я говорю, Юрий Николаевич, я как бы только вот два часа назад порядок выучил только. Ничего, я увижу, вы Спартаковы или нет. Вот, и значит он пришёл, посмотрел, я что-то дико волновался, мне было 22 года, у меня весь дрожал. И когда я показал первый монолог, он долго молчал, говорит, пока плохо, но потенциал есть, работайте, вот. И вышел из зала. Потом, значит, было возобновление в 2013 году, в 2012 тоже году, балет Иван Грозный. И мне там досталась партия Курбского, потому что один из премьеров не захотел танцевать, потому что ему, он сказал, что уже не по возрасту, как-то я боюсь. И мне доверили партию князя Курбского, чему я был очень рад. И он пришёл ко мне опять на репетицию и сказал, что очень плохо, я не понимаю вообще, что вы делаете, прыгайте вы неплохо, симпатично, как он мне говорит. Ну, князь ли этого мне говорит? И тогда он сказал, кто главный ответственный за князя Курбского? И я говорю, ну вот, Борис Борисович, вроде Акимов. На что он сказал, если вы ещё раз мне это показываете, я его отстраню от репетиции, то есть его. Вот, и я тогда не расстроился, и я понял, что, ну, человек, раз, в принципе, уже третий раз зашёл ко мне на репетицию, то, наверное, не всё так плохо. Потому что когда, он, в принципе, не подходит к людям, которые ему неинтересны. И когда был уже общий прогон на этого балета, он мне заставил сцену боя проходить, ну, наверное, раз пять. Он говорит, Иван, отдохните, курбский танцуйте. Вот. И я такой на него смотрю. Иван Грозный, да? Ну да, Иван. Грозный отдыхает, курбский танцует. Курбский танцует, да. Я так на него смотрю, а я понимаю, что я просто уже двигаться не могу. И он так на меня тоже смотрит, и говорит, или вы устали. Я говорю, нет. И вот прошёл пятый раз, и прогон закончился. Он всегда, по-моему, когда заканчивался прогон, собирал труппу и говорил какие-то пожелания. Желания, да. И тут он говорит, курбский, подойдите сюда. Я подошёл. Он говорит, молодец. Двигайтесь в этом направлении, всё правильно. Но мне почему-то все говорят в руководстве, что вы ничего не можете. А вы можете всё. Какие милые. Он сказал. И тут, понимаете, когда человек такое сказал, здесь, тут домой просто летишь. Когда такой человек тебе говорит, и всё. То есть все были зачёркнуты. Ну, просто хотели, видимо, всех своих поставить. А тут я, как бы, он сам меня постоянно говорит. Вот давайте, Егорочкина, мне нужен молодой Спартак. Мне нужен прям молодой, чтобы ничего не умел, и вы его чему-то научили. И он сразу вот так на меня обратил внимание. И как-то я был тоже вдохновлён этим. И после разговора с ним, репетиции с ним, я очень быстро развивался. Ну, как мне казалось тогда. Ну, вы счастливый человек. Сейчас для того, чтобы прибавить этого ощущения счастья, по-моему, поставили стойки. Есть стойки? Для микрофонов я не вижу. Да? Пожалуйста, можно выходить с вопросом. Вот. Не бойтесь. Спрашивайте. Мы вам ответим. Денис ответит вам. Пожалуйста. Ни у кого нет вопросов? А, пожалуйста. Сейчас, секундочку, только к микрофону, чтобы все слышали. Да. Вот. И там стойка, и здесь. А пока вы идёте, мы с Денисом решим пять вопросов, которые я когда-то задавала ученикам в училище. Ну, для разминки. Не всё же о балете им рассказывать. В своё время меня потрясла книга, где содержались вопросы и ответы античных философов. Они носили такой, естественно, детский характер, и от этого являлись и самыми простыми, и самыми сложными одновременно. И вот такой блиц. Пошли на блиц, пока народ зреет? Сказать слово философия, я... Ну, это всегда очень сложно просто. А что делать? Ну, попробуй. Ну, это хороший подход философский. Вы же, собственно говоря, нам только что рассказали, и вы относитесь к многим вещам философски. И это вам даёт большое преимущество перед теми людьми, которые этим взглядом на жизнь и творчество не обладают. Ну, давайте, да. Ну, если кто-то знает, вы сможете подсказать. Только не кричите сразу, друг, мне надо просто на секунду больше подумать. Итак, первый вопрос Фалеса Милецкого. Что больше всего? Больше всего, ну, это, наверное, что-то связано... Ну, Вселенная, наверное. Молодец. Пять. Следующий вопрос. Лошадь скачет. Что там они выигрывают? Ну, такие-то. Деньги, по-моему. Да. Но денег нет, сегодня будет уход. Ничего. Да. Как обычно. Серьёзно, да? Побеждаешь на гастроли всегда, знаете, вот денег нету, но вы станцуете. Потом, значит, вот денег нет, коронавирус. Вот постоянно денег нет. Правда, да? Ну, мы балетные же что? Им главное творчество, искусство. Ну, конечно, конечно. А потом только голодный артист может сотворить чудо. А тем более балерина. Голодная она самая лёгкая. Да. И это надо будет им это рассказать, чтобы они об этом не забывали. Второй вопрос. Что быстрее всего? Быстрее всего? Быстрее всего. Наверное, скорость мысли, правильно? Мысль. Мысль, да? Вторая птица. Хотя я хотел сказать скорость света, но подумал, что раз философия, а не физика. Абстрактное, да, понятие. Да. Что сложнее всего? Сложнее. В абстрактном смысле этого слова. Что познать невозможно до конца. Ну, знаете, вот я пришёл в театр в 2009 году, и я постоянно думаю, что я понял, как что-то делать, но я понимаю, что я ничего не понял. Наверное, себя. Я знаю, что я ничего не знаю. Да. Ну, почему? Третий вопрос решён. Четвёртый вопрос. Что легче всего? Знаете, с приходом интернета, мне кажется, легче всего всем посоветовать, потому что все на диване-то умные, понимаете? А как выходишь на сцену, ничего и не понимаешь, как это сложно. Поэтому я вот, когда читаю некоторые отзывы, для меня это так всегда смешно становится, и я с каких-то пор просто это не читаю, потому что, ну, вот совет, вот, знаете, вот на диване советовать это просто. Вот, Валерий Смирецкий был бы очень доволен вашим ответом, потому что он правильный. И последний вопрос, перед тем, как мы подойдём к микрофону, что сильнее всего? Ой, господи, сейчас. Я не знаю, кто-то знает в зале. Ну, что сильнее всего? Любовь. Оу. Ну, какая же любовь всего? Ну, как она может быть сильнее всего? Любовь. Ромео и Джульетты чем закончили? Самым импрометом. Господи. Что, все равно сильнее. Что? Нет. Все равно сильнее. Что сильнее? Любовь. Неправильный ответ. Ещё какие варианты в зале? Не слышим? Вера. Вера. Воля к победе. Нет? Нет, Вера тоже не соглашусь, потому что она доверишь, и не правдует надежда. Ну, да. Время? Время, да. Вот когда травма, когда какая-то происходит, оно действительно вылечивает только время. Никакие таблетки не помогают. Ну, я не знаю. Время, я не знаю. Ну, Фалес Милецкий сказал, что самое серьёзное, самое непреодолимое, самое сильное, господа, это обстоятельства. Они сильнее веры, они сильнее любви, они сильнее всего на свете. Вот. То, что мы сегодня собрались, это тоже обстоятельства. То, что сегодня Денис свободен, у него нет спектакля, у него было время прийти сюда и поговорить с нами абсолютно безвозмездно, это тоже обстоятельства, за что я ему крайне благодарна. А теперь мы будем благодарны вам за вопрос, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, детка. А слышно будет? Или достаёт пока до микрофона. У меня вот такой вот вопрос, какой вы любите танцы, лирический или характерный? На самом деле я больше люблю характерные танцы, потому что они более такие, их интереснее сделать и их приятнее лично для меня танцевать на сцене. Потому что лирические танцы, они такие очень, знаете, вот лирические танцы, честно скажу, их надо больше репетировать. А характерный танец, это всё-таки такой танец, который идёт от души, от себя. Вот лично у меня так. Я всё-таки больше, наверное, люблю, да, характерный танец, нежели чем лирический. Золотее всегда легче исполнить, чем благородного такого идеального персонажа. Зацепиться не за что. Скажем, Василий мне танцевать приятнее, чем принца Зигфреда, честно скажу. Я бы вам спасибо. Я бы вам помогу, помогу. Пожалуйста, следующий вопрос. Дети, да? Ну, давайте. Мне сначала общий вопрос. Он касается просто целого творчества Дениса Розькина. Вот вы сейчас уже всего добились, у вас многое есть. Всего ещё. А вот чего вы считаете, вы не добились? Это я уже скажу пока. Это если я расскажу, и никогда не избудется. У меня есть определённые цели, но я всегда их держу в себе, потому что есть такое выражение, счастье любит тишину, правильно? Абсолютно. Так же, как и деньги, между прочим. Да. А деньги любят слёзы, говорят. Вот я сказал, что нет. Ну, поэтому мы и сидим тут, конечно. А что вас может стимулировать и вдохновлять, чтобы не было скучно? Танцевать тот же репертуар. Но всегда остаться хотя бы на том же уровне, на который ты достиг, это стимулирует тебя. А сложно? Даже легко упасть, но удержаться самое сложное. Ну, тогда пора о Ниге на конкретно вопросы. Мне хотелось бы, чтобы вы рассказали про своих партнёрших. Я танцевал со всеми, Татьянами, кто танцует в Большом театре. Вам какая интересна? Мне интересно все, и чем они отличаются. Вы знаете, все разные, слава богу, все лёгенькие, потому что дуэт... Потому что это очень несложный дуэт. После Онегина, Лебединое озеро, Спящая красавица, это очень легко танцевать в плане физически. Но что касается Онегина и Дамы с хамелями, где просто очень сложный дуэт, и которые идут очень долго по времени, то это всегда очень сложно. Вот. А что касается, вы сказали, партнёр, что они абсолютно все разные, и вообще нет ни одного человека на этой земле похожи друг на друга. Поэтому, когда ты танцуешь с разными партнёршами, то это как бы другой спектакль всегда. То, что всегда партнёрша даёт тебе правильную эмоцию. Ну, это понятно. Мне хотелось бы, чтобы конкретнее. Вот, допустим, Горячего, Смирного, Кретого. Вот чем они отличаются для вас? Чем отличаются ваши спектакли с ними? Ну, я говорю, что у всех очень разный характер. Все на сцене делают свою Татьяну. И от того, какая будет Татьяна, такой будет и мой Негин. Ну, как они отличались? Давайте мы вот такие как бы уже нюансы оставим чуть-чуть в стороне. Я думаю, что вам как зрителю даже виднее, чем они отличаются друг от друга. Я не зритель, я критик. Мне ведь не интересно меня. И пишите плохо, пожалуйста. Вы не пишите плохо. Вы знаете, что я всегда пишу хорошо. Вы всегда хорошо пишите, это правда. Вы знаете, кстати, с Кренко была очень смешная история с критикой. Когда на каком-то спектакле он увидел критиков и понял, что это не те критики, которых он мог бы любить. Ну, в силу абсолютно объективных причин. Потому что один писал о спорте, другой о дырках на дорогах. Вот, к сожалению, сейчас это очень часто у нас происходит. Потому что все, как бы, знают и понимают все. И Кренко сел на спектакль вот в первый ряд и начал смотреть. Когда спектакль закончился, он встал, поднялся на сцену и сказал. Уважаемые зрители, я видел здесь критиков в этом зале. И я знаю, что они завтра напишут. Но я должен вам сказать, что я сегодня смотрел спектакль. И гарантирую, что мои артисты сегодня танцевали прекрасно. Я просто хочу... Вот действительно, вы правильно сказали, что зрителю, наверное, больше всего видно, как меняется мой герой в зависимости от партнерши. И ты смотришь просто в глаза партнерши, в том, как она относится к тебе на сцене, как она сопереживает тебе, как она любит тебя. От этого, конечно, твой герой. Поэтому даже если ты танцуешь с одной партнершей, у нее может быть настроение в этот день одно, в следующий – другое. Поэтому все зависит от какой-то секунды. Можно еще последний вопрос конкретно про Онегина? Я помню нашу встречу, которая состоялась как раз после того сезона, когда вы впервые станцевали Онегина. И я тогда спрашивала про Онегина, но он у вас был только в начале пути, и поэтому вы мне сказали, позвольте процитировать, что... Я спросила, что это за герой, почему не сложилось с Татьяной. Вы сказали, что Татьяна хотела замуж от детей, а Онегин хотел погулять. Я даже не говорил. Ну просто по-человечески. Нет, это вообще по бытовому мы сказали замуж. Ну вот поэтому, нет, ну вот это вот... Ну исправьте ситуацию, исправьте. Я вам шансы... Нет, нет, я ничего исправлять не буду, потому что я так не говорил. Денис, он же говорил, когда бы жизнь в домашнем кругу. Да нет, да, безусловно. Я просто, я вообще прекрасно помню, что я их декогда говорил. То есть, и такого я не мог сказать. Это вы, типа, отрицательные... А, нет, я... Я не мог так по бытовому вам ответить. Но она хотела детей, и там, замуж, и я... Так вы сейчас... Я понял, что для меня это еще рано. Нет, такого я не мог сказать просто по бытовому. Я не помню, чтобы я такое говорил. Вот она была просто влюблена в Онегина. И... Почему не сложилось? Почему не сложилось? Да, ваш взгляд сегодняшний. Ну, потому что, понимаете, то, что поначалу... Я не могу сказать, что... Они поздно поняли. Татьяна сначала не понимала, что Онегину она неинтересна. Потом стало наоборот. Что, когда он уже приходит, то у нее уже все, своя жизнь как бы. И она не может ему простить то, что вот он сделал. Она вспоминает его. И поэтому, ну, почему не сложилось? Вы знаете, это такое немножко... Ну, это надо отдельную встречу делать. И у Пушкина вообще спрашивают. Да. Что он так написал-то? Да, ну, у каждого же по-своему. Это, кажется, трафтует и видит произведение, поэтому... А чему в техническом плане можно научиться у артистов, которые мы видели сегодня? В техническом? Да. Ну, если я вам скажу, вы поймете? Я пойму, но другие тоже не глупые, думаю. Нет, вряд ли. Просто вы поймете. Вы поймете, допустим, ну, скажем, правильному арабесту. Вы поймете, как это делается? Вы не знаете, как это делается, потому что этому надо учиться 8 лет в школе. Ну, я-то училась в Академе хореографии. Ну, да. Ну, как делать сарабесту? Ну, можно объяснить словами. Ну, я могу встать, показать, но... Денис, покажите, пожалуйста, и мы перейдем к другому микрофону. Вы знаете, это... Давайте подержим. Хорошо. Западная хореография. Пожалуйста. Есть такое движение в самом начале, когда Онегин встает, и начинается вот такая лиричная часть. Ну, как бы, что ему все скучно. И вот западные артисты потрясающе делают этот, первое там, дедам, и я не могу так не сделать его. И здесь все зависит от правильности арабеска. То, как встать на ногу точно. И вот этот момент... У них надо учиться очень... Это... Они никто так не делают, как это делают на западе. Внутренняя сторона ноги еще хорошо работает. Потому что ноги падают у нас там. Внутренняя сторона ноги у них очень хорошо работает. И за это он тоже. Я думаю, что вопросы... Вопросы закончились с правой стороны, с женской, да? Спасибо большое. Вот у нас дети чахнут около микрофона. Что ты хочешь, дедочка, спросить? Мы вместе хотим задать вопрос. Да, конечно. Когда вы играете какого-то персонажа в балете, то вы... То вам кажется, что вы именно этот персонаж? То есть, если подойти и спросить, да, Денис, это вы? Денис, нет. Я тигр. Правильно, да? Да. Ну, да, именно я. Да. Ну, опять же, смотря какой. Вот, допустим, если я когда танцую Хозе в Кармен, то я прям чувствую себя. Лучше не подходить. Ну, лучше не подходить, да. Просто я прям так хорошо очень ухожу в образ. Мне нравится в этом очень. Я почему люблю Кармен? Потому что там за 45 минут происходит просто все, что возможно. Это в эмоциональном плане. И, конечно же, иногда я ловлю себя, что я долго не могу выйти из этого образа. То есть, вы едете домой, и весь синий кипит. Да. Прямо эмоции бурлят. Что касается «Спартака», ну, не дай бог, если я не выйду из образа. Так что... Нет, конечно же, мы артисты, и мы в первую очередь должны показывать на сцене своего героя. И я считаю, что очень неправильно, когда вот слишком артист уходит, и некоторые даже, вон, актеры, которые играют в кино, они с ума сходят по этому поводу. Этого быть не должно. То, что мы должны в первую очередь показывать свое мастерство на сцене, и уметь переключаться, это тоже мастерство актера. Пожалуйста, вопрос. Добрый день. Я хотела бы спросить у Дениса, вы упомянули о том, что напускаем на себя бит очень скучный в первом акте «Онегина». Это достаточно сложная задача была для вас. А есть ли что-то, что далось вам, наоборот, очень легко и буквально сразу же? Мне всегда в эмоциональном плане, вот, пик эмоций дается всегда достаточно просто, потому что, особенно в конце спектакля, потому что в весь спектакль какие-то эмоции ты себе копишь-копишь, а вот в этом адаже они здесь просто все наружу. И здесь я, как только выучил порядок этого адажа, я сразу же эмоционально очень правильно включился. И вот последний адажа было достаточно просто для меня. Сделать гораздо был сложнее первый и второй акт. Вот, наверное, да, финальный адажа мне далось достаточно быстро. Спасибо большое. Пожалуйста. Можно словами сформулировать, в чем отличие хореографии Джона Крынкова? Потому что вы бы назвали величайших хореографов, как «Северенности», «Найпути», «Биджара», «Никторовича», «Рейхмана» и других. Тем не менее, вы говорите, что «Никторович» — это действительно величина, остальные все-таки не уступают. Я так понимаю, что это ваше личное отношение. Нет, нет, вы неправильно поняли. Я говорила именно о нашем русском балете. И хваля одного человека, не стоит подразумевать, что вы не оцениваете или ниже оцениваете людей, которых вы не называете. Я хочу особенности биографию Джона Крынкова. Можно так, словами, сформулировать, с точки зрения теорика, мы говорим, и с точки зрения постарающейся. Я начну с точки зрения исполнителя. Потому что у Юрия Николаевича такая фотография, хореография, где такие движения все наполнены, как это сказать, таким объемом мяса. То есть у него очень широкий жест везде. У него, если человек что-то говорит, то он говорит это широко, чтобы это было видно всему театру. И не только всему театру, а всему миру. Здесь более такое, все-таки, так как сцены на Западе гораздо меньше, чем в Большом театре. Да, очень маленькая сцена. То есть, соответственно, и хореография немножко такая более камерная. И, наверное, это главное отличие Григоровича в первую очередь от всех хореографов, просто от всех. Масштаб движения отличает. И было очень неприятно, когда я зашел в продюсерский отдел и ставилась Анна Каренина. И по телевизору шел прогон Ивана Грозного. И Джон Ноймайер, который, не отрываясь, просто смотрел, и он говорил, что это гениально. Вот этому можно учиться у Юрия Николаевича вечно. И для меня это было очень приятно, что такие хореографии, все-таки Джон Ноймайер, это тоже большая вещь. Встать ученик Крынка. Да. И я сейчас расскажу историю, если вы внимательно смотрели. Когда Ленский начинает Онегина перчаткой хлистать по щекам, это мой любимый момент вообще. Но это было нельзя. Невозможно было, чтобы один дворянин присутствовал. Я согласен, но Джон Крынка вот так это понял. Ну, он немножко не понял. Да. И нужно было обязательно, чтобы, когда первый раз случился вот этот инцидент, чтобы дедушка, который там был на балу, он обязательно задел Онегина и упал от этого. И первый исполнитель это был Джон Ноймайер. Это вы знаете об этом? Да. Это дедушка, да. Дедушка, пациент. И Джон Ноймайер, кстати, очень много взял от Крынков. Поддержки очень похожи к дамскамельями. И еще вот хочу сказать, что я знаком лично с первой исполнительницей Татьяной. С Марси Хайда. С Марси Хайда, да. Мы с ней увиделись в Чили два года назад. Она сейчас там художественный руководитель. И когда она меня увидела, она, это понятно, из Большого театра. Я говорю, а как вы поняли? Ну, по прыжкам твоим сразу. Вот так она сказала. Ну, масштаб, наверное, огромный, конечно. И Дамскамельями, она первая исполнительница. И Онегина тоже она первой танцевала. И очень похожие какие-то движения. И мне достаточно было просто сделать потом, с технической точки зрения Армана, то, что я уже Онегина знал, где что взять и какие поддержки. Потому что они, Ноймайер очень много взял отсюда. Ну, вот Денис отчасти ответил насчет особенностей хореографии Крынка. У балетмейстера, так же, как и у композитора, у поэта, у писателя, существует собственный почерк. Который у хорошего, у настоящего балетмейстера, который не диплом имеет, а который мыслит танцем, движением, у него всегда существует свой почерк хореографический. Это так же, как у каждого человека существует свой почерк. Вот Крынка вы не спутаете никогда ни с кем. В первую очередь, это человек, который обладает, на мой взгляд, удивительным тонким пониманием музыки и слиянием с танцем. И здесь удивительное единство жеста, актерского мастерства танца, потому что ни одно движение в его хореографии не является самоцелью. Я думаю, Денис согласится. Я говорила уже, что это слово. И вот Крынка обладает талантом воплощать слово, в данном случае Пушкина, в хореографическую танцевальную вязь движений. Изобретательность его поражает. Потому что самое сложное, на самом деле, придумать движение. Потому что мир сегодня знает такое количество, как бы, разных хореографов движений. Вы попробуйте, даже вот ради интереса, встаньте перед зеркалом. Для этого не надо иметь хореографического образования дома у себя. И попробуйте придумать движение, которого еще не было. Поверьте, это практически нереально. Если вы такое движение придумаете, вы практически, ну, без пяти минут гений. Крынка этой способностью обладал. У него был свой язык, свой почерк, свое видение материала. И, конечно, Крынка, это прежде всего не только человек, сочиняющий танец. Это человек, гениальный режиссер. То есть он умеет выстроить спектакль и дать артистам потрясающую роль. Вот мы видели, да, допустим, штутгарских артистов. А у меня перед глазами всегда стоит Наталья Макарова. Вот мне кажется, лучше нее, Татьяна, не танцевал никто и никогда. Если вам интересно, то вы можете в Ютьюбе это найти и посмотреть. Здесь действительно только, наверное, русский человек мог станцевать так, как это было написано у Пушкина, как это звучит у Чайковского. А нюансы, это уже как... Если я не ответила на ваш вопрос, мы сможем это обсудить в другом, так сказать, формате. Пожалуйста, еще вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот Фогель станцевал этот балет в партии Онегина, имеем в виду, первый раз в 14-м году. То есть уже довольно был взрослым, а до этого ему разрешают танцевать только... Ленского он танцевал, даже большую встречу. А есть какие-то ограничения возрастные на партию Онегина? Или это только в Штурском балете, или только Фогелю так сказать? Ну, у всех по-разному, на самом деле. Никакого ограничения нет. Главное, чтобы не было смешно, что выходит уже такой дедушка в колготках, чтобы вот этого не было. Вот. А чем с точки зрения актерского, мне кажется, Онегин – это такая же роль, как вот, допустим, я сравниваю по своему внутреннему состоянию ему, я не сравниваю эти две роли, просто вот в «Спартак» ты всю жизнь зреешь, и Онегин ты будешь всю жизнь зреть, зреть, и чем ты старше, мне кажется, чем ты больше прожил, тем интереснее будет. Главное, чтобы состояние здоровья было позволено. Спасибо. Есть такая поговорка, даже не поговорка, по-моему, в свое время Васильев Владимир Викторович гениально сказал, он говорит, когда у тебя идет пик физической формы в балете, то недостаточно мастерства, вот духовного какого-то. И он был прав. А когда приходит вот это мастерство, уходит физика. И поэтому артист балета, он находится все время в таком поперечном шпагате, да? Ну вот 30 лет, мне кажется, это идеальный возраст. Вроде бы ты, еще силы из тебя, здоровье позволяет, и уже понимаешь очень много, уже накопил какой-то багаж. Я не знаю, кто это сказал, не помню вернее, но очень хорошее выражение. Скажите, а мне можно танцевать? Танцевать можно, смотреть на это уже невозможно. Вот главное, чтобы такого не было, да. Еще один маленький вопрос, я не знаю, может быть, я что-то пропустила. Вы в курсе, под какую музыку Петра Ильича вы танцуете последние адажи? От Ческо-Доремини, конечно. Нет. Ромео и Джульетто? Нет, это первый адажа Ромео и Джульетто. Это последняя адажа? Это Ромео и Джульетто, великолепная овертюра Петра Ильича. Ну, мы поверим Наталье Владимировне Чайковской в урмисты. Нет, я... Там есть... А мне, знаете, всегда казалось, что Франческа именно Чайковская. Там есть Франческа, но очень ловко кто-то сделал вот эту компиляцию. Кстати, сказать, здорово сделал. Наталья Владимировна, в ваших уст похвалить, это потрясающе. Но там тема идет из Ромео и Джульетто. Ромео и Джульетто вообще... Вполне возможно. Да. Спасибо вам. Теперь Денис будет знать. Если из Чайковской говорит нам так, значит... Ну, с Франческой же тоже там есть. Там у Франческа есть, вполне возможно. Нет, там да, там потому что повторяется вот это там-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Я плохо пою. А я очень хорошо там думал. Первая адажа, это точно Ромео и Джульетто из... Да, есть, есть, да. Вообще был станцион почти весь мой репертуар. И так хорошо было все скомпоновано. Вы знаете, когда смотрим мы все балет, люди не совсем могут как бы понять, что 50% успеха дает все-таки музыка. Потому что вот это... Она идет, и никто ее как бы не замечает. И смотрю, как здорово. Вы даже сказал 90. Может быть, да. Потому что музыка это самое главное вообще. Потому что очень-очень мне понравилось все сегодня. И ваше интервью, и ваше выступление, все ваши ответы. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Наталья Владимировна. Это очень приятно. Тем более, Наталья Владимировна, она театральный человек с двух сторон. С одной стороны, Петр Ильич Яковский в родственниках, с другой стороны, Владимир Павлович, бурмейстер. Поэтому такая похвала, она замечательная и дорогого стоит. Пожалуйста, вопросы еще. Это же низко. И у меня глава с раннего цвета, с балетом Татьяна Нормайера. Нормайер, ученик Горанько. И он пошел по пути, так сказать, абсолютно новой музыки. То есть у него там современная музыка используется. Как вам кажется, соотносят эти два спектакля Нигин и Татьяна? Нет, вообще не соотносятся. Нет, мне, честно говорю, и Джон Ноймайер, это выдающийся хореограф, но Татьяну у него в театре Станиславского, сказать, совсем не получилось. Да, вот. Мне кажется, сочетание Пушкин-Чайковский, ну что может быть лучше? Я отлично согласна. И вы мне те сложные. А тогда еще тридцатика, как вы, Аликин и Эйфмана. Как вы думаете? Ну, это современная трактовка. Я, знаете, вот, я, несмотря на то, что я не такой, как бы, скажем так, еще... Балетоман. Нет, нет, я балетоман. А вы балетоман? А что вы не такой? Как вам сказать? Ну, как-нибудь. Пока еще отношусь все-таки к молодежи, такой, да? А, ну да, да, да. Я все же приверженец такой консервативных взглядов, и я больше люблю классику. А насчет неудач, ну, это естественно. Я думаю, ни один художник не может похвастаться, что он в каждое свое произведение он попадал в десятку. Недаром существует такое количество исправлений, да? Я, когда поэт себя правит, посмотрите на рукописи Пушкина или на композиторские, так сказать, листы, как сочинял Петр Ильич. То же самое, те репетиции, которые Денис проводит в Большом театре, когда один раз за разом повторяется, что-то наращивается, от чего-то отказывается. Мы же тоже читаем все время, каждый день свою жизнь заново. Главное постараться учитывать чужие ошибки, чтобы не совершать свои. Я думаю, что это самое главное. И я этому желаю от души Денису, и я думаю, благодарю его за сегодняшний день, за то, что он пришел, и вас за то, что вы посмотрели, за то, что вы нам помогли. И я очень рада, что накануне Дня Святой Татьяны вы получили такую прекрасную возможность прикоснуться еще раз с Пушкиным, Чайковским и Крэнгом. Аплодисменты.